Олег учится на педагогическом. В этом году впервые стал вожатым в детском лагере. Говорит, что уже год работал с ребятами и сейчас чувствует себя уверенно. Я в этом году закончил школу вожатых 9 планеты. И мне повезло поехать в ДОЦ Алмаз. Какие новые знания и эмоции ты хочешь получить, когда поедешь? В основном опыт с детьми, потому что мое образование связано с этим. И я буду в дальнейшем работать тренером с детьми. Поэтому я хочу научиться с ними работать. Вот именно этот опыт я хочу там получить. А вот родители и радуются, и очень переживают. Саша и Алена тоже едут впервые. Мама довольна. Хорошо, что после режима самоизоляции дети смогут выехать, отвлечься, получить новые знания. Будет что учителю рассказать по кружку своему. То есть ты потом хочешь приехать, еще и учитель научить? Да. За 21 день смены родители не смогут попасть в лагерь, но есть возможность делать передачи. А еще можно наблюдать за детьми на сайте, где будет вестись видеотрансляция. Самое интересное, что научная смена, наукоград. Поэтому когда мы приехали, то работали лаборатории, открывались, буквально прям открывались, готовились к ребятам. Вот и то, что они сегодня едут, я им просто завидую, потому что 21 день они будут заниматься и здоровьем, и наукой. Но самый главный девиз, который взяли руководство лагеря «Наукоград» в Рузе, это свежий воздух. По словам руководства муниципалитета, территорию лагеря в Рузе не затронуло подтопление. Она находится в лесном массиве на возвышенности. Смены этим летом будет две. Лагерь успеют посетить 130 школьников от 7 до 12 лет. Поедут именно те детки, которые по очереди через электронную систему подали документы где-то в январе, феврале, в марте месяце. Подать заявку на отправление детей в летний оздоровительный лагерь можно через портал госуслуги. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».